Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий священник Сергей Рыбаков. Буквально через неделю начнется рождественский пост, который будет нас приготовлять к празднику Рождества Христова. Традиционно пост — это время покаяния, время глубокой молитвы и глубокого размышления о своих взаимоотношениях с Богом, с людьми, с самим собой, с миром. В наших передачах мы очень часто достаточно поднимали тему покаяния, но в основном мы говорили о нем как с некоторой богословской точки зрения, о некотором таком теоретическом понятии. А вот сегодня мы захотели поговорить о покаянии более с практической точки зрения, то есть что является покаянием, что покаянием не является, как к нему готовиться, чего стоит избежать при подготовке к исповеди и когда ты идешь в храм исповедоваться. А говорить мы об этом будем с клириком собора Петра и Павла, нашим гостем, отцом Николаем Зининым. Здравствуйте, батюшка! Добрый день! — Отец Николай, ну вот мы с вами до эфира решили поговорить о покаянии с более такой, что называется, практической стороны. У прихожан, у людей, которые вообще впервые готовятся к Таинству Исповеди, очень часто возникает вопрос, как готовиться. А у тех людей, которые ходят регулярно, мы с вами, как священники исповедующие, замечаем, что ну вот они, условно говоря, скатываются в какую-то сторону, где уже покаяние закончилось. То есть, ну то есть это какое-то либо самобичевание, какое-то самоуничижение, выдумывание, измышление каких-то грехов. Очень часто человек сталкивается с такой ситуацией, когда он исповедуется, скажем, регулярно, раз в месяц, а то и чаще. У него возникает тупик, он говорит. Ну вот я уже в какой-то момент перестаю чувствовать, что вот это грех. Во-вторых, я перестаю понимать, чем я грешу. Я так часто исповедуюсь, что ощущение, что уже и греха во мне нет. И вот эти практические вопросы мы постараемся осветить в наших с вами диалогах. Ну давайте начнем для начала, ну опять же, с какой-то вводной части, может быть, определимся с дефинициями. Что такое покаяние? Вот. Понятно, что мы сейчас, может быть, даже в сотый раз повторим какую-то избитую уже вещь, но для фокуса внимания просто. Я думаю, что раз уж мы решили с такой практической стороны и со стороны, может быть, даже в чем-то общечеловеческой, то неплохо бы было для начала поговорить просто о прощении. Потому что эти вопросы, они очень тесно связаны, но слово покаяние для нашей невоцерковленной аудитории, оно все равно остается внешним, каким-то таким церковным словом, далеким от их жизни. А слово прощение и понимание, что такое прощение, оно более широкий охват все равно имеет. Каждый человек осознает так или иначе в своей жизни нужду в прощении. Либо мы чувствуем, что нам оно необходимо, чтобы нас простили. Либо мы ощущаем, что люди, которые рядом с нами, ждут от нас прощения. Потому что, ну, так устроен мир, что мы без каких-то столкновений, обид не проходим в свой жизненный путь. И вот это общее место, нужда в прощении, необходимость в прощении, она неизбежно проецируется нами и на наше отношение с Богом. И которые, конечно, более сложные, с одной стороны, потому что мы не видим Бога, но ощущаем только Его. С другой стороны, если разобраться в глубине сути вопроса, мы поймем, что они более простые, радостные, легкие. Христос говорит, иго мое благо, бремя мое легко. И вот здесь вот, как мне видится, краеугольный вопрос, на котором, один из краеугольных камней, на котором стоит вопрос покаяния, исповеди, просто жажды прощения, он заключается в том, что мы свои человеческие отношения друг с другом, будь то отношения внутри семьи, мужа с женой, отца с детьми, на работе деловые отношения, мы сами их строим не очень искренне, не очень истинно. То есть о чем я хочу сказать? Часто как отец четверых детей сталкиваюсь с такой ситуацией, что когда ребенок нашалил или что-то сделал не так, то ты ставишь ему условия прощения, ты должен попросить прощения, ты должен извиниться передо мной и принимаешь такую позицию оскорбленную, что пока человек... Ну еще даже, мне кажется, создаешь условия, да, то есть ладно попросить прощения, ты четко формируешь модель того, как должен попросить прощения. Так что мы говорим, я тебе сейчас не верю. Ну да, там, и даже, да, если ребенок просит, еще можем его дальше мучить, что я тебе не верю. То есть наше прощение, получается, вставится в зависимость от его инициативы. И по сути, вот, я недавно немножко почитал книжку Петрановской, это психолог хороший, семейный, и всем рекомендую, верующим людям рекомендую. Вот, я читал конкретно «Тайная опора», книжка, есть и другие. Так вот, она говорит о том, что если родитель говорит ребенку, ты проси прощения, а сам там надувает губы или как-то подчеркнуто, отстраненно не замечает ребенка, слов его, просьб, то таким образом происходит смена ролей. То есть родитель уходит с роли родителя, говорит, все, я не родитель, теперь наши отношения в твоих руках, они зависят от тебя. И получается, что мы сами ставим своих детей в позицию родителей, а сами уходим в тень. То есть есть такое понятие, как связь, о чем говорит как раз Петрановская, связь между родителем и ребенком, и она безусловна, ребенок безусловна во власти родителя. А тут происходит для него непонятная ситуация, когда он должен на себя взять функцию родителя и идти на примирение. То есть и на самом деле не всегда даже мне, как родителю, понятно, что даже если ребенок нашалил, что-то сделал плохо, я должен его научить мириться, я должен к нему прийти, обнять его, поцеловать, чтобы ему стало легче и понятнее, что как надо действовать дальше. И эти же отношения, вот такие, скажем, деформированные, изломанные, неправильные, которые у нас с детьми, с нашими родителями, наши родители также воспитывали, что даже в советское время было такое, что ты должен заслужить мою любовь. – И прощение. – Да, и прощение, естественно. То есть моя любовь к тебе, как к ребенку, не безотносительна, она зависит от каких-то условий, ты должен слушаться, ты должен делать это, ты должен учиться хорошо, тогда я буду любить тебя. И вот это вот впечатывание, вот этого искаженного, греховного, по сути, поведения, мы же и проецируем на отношения с Богом. Часто невоцерковленный человек приходит, и один из частых вопросов, которые я как священник слышу – батюшка, как мне замолить мой грех? И мне это непонятно, откуда росло такое понимание. Теперь я ближе к этому подошел. Оказывается, это понимание вот внутри семьи. Я же должен заслужить прощение, я же должен как-то заслужить свою любовь отца. Значит, и если я нарушил свою связь с Богом, значит, мне как-то надо ее заслужить, надо как-то вымолить ее, да, что-то сделать такое необычное, чтобы он, наконец, смог меня простить. Отсюда же рождалось, если в богословии посмотрим, да, теория искупления греха, спасения, более католическая, конечно, но в своих крайних проявлениях она формулируется, ну, для современного человека ужасно, да, что Бог смертью сына позволил себе простить род человеческий. Смертью собственного сына на кресте разрешил себе, значит, вот эта смерть удовлетворила бесконечное величие, оскорбленное человеком, когда он согрешил. То есть, мне кажется, тоже отсюда растет. То есть, опять-таки, мы формулируем, да, формируем отношения с Богом, все равно по образу и подобию отношений здесь на земле. Нам трудно другой материал подобрать. Мы как дети, которые из кубиков складывают домик. Конечно, не всегда он похож на настоящий дом. А бывает, что и не те кубики мы используем. И вот интересно посмотреть на то, что человеческие отношения формируют отношения к Богу. И, конечно, вам в чем-то искажают. То есть, наша любовь к Богу, к нам, она безотносительна, безусловна. Ему вообще, в принципе, ничего не надо, чтобы нас простить и любить. Он и так это делает всегда. То есть, нет такого условия, чтобы он этого не делал. Про фразу «замолить грехи» я бы, ну, так вот немножечко ремарку бы вставил. Мне кажется, что в данном случае, когда человек приходит с формулировкой «как мне замолить свои грехи», он меньше всего как раз ищет Бога и меньше всего ищет его прощения. Мне кажется, там логика немножко другая работает. Что, скорее всего, в жизни человека начался какой-то просто хаос, кавардак, бесконтрольный, неподконтрольный ему. Он не может ни на что влиять. Или как будто бы все из рук валится. Или почва из-под ног уходит. И человек естественным образом начинает задавать вопросы. По какой причине, за что и почему у меня так? И отвечает для себя, опять же, не ища ответов в каком-то, может быть, своем неправильно выстроенном поведении, находит ответ, что проблема в стороннем каком-то существе. Ну, вот некоторые его называют Бог. Но вот он на меня за что-то разгневался. А, вот же ж у меня в жизни-то был вот этот вот грех. Я когда-то там что-то-то сделал. И надо срочно умилостивить Бога. То есть он, опять же, здесь вопрос то, какое в сознании человека рисуется Бог, что это, как правило, жестокий, очень далекий, злобный, обидчивый. Такой же, как отец зачастую. Ну, может быть, да. Просто мне кажется, в данном случае человек все равно ищет своего. Реже всего, когда человек спрашивает, как мне замолить мои грехи, он действительно хочет выстроить отношение с Богом. Ну, это начало. Я думаю, что для начала это тоже неплохо, потому что выстраивание отношений, оно возможно, когда мы видим друг друга, когда есть некий контакт. Конечно, человек далекий от Бога, лишен этого прямого контакта, и там есть и сумятица, и непонимание, что происходит. Но сам посыл, что я могу что-то сделать по отношению к Богу, чтобы это изменить, он уже хороший, он такой предваряет покаяние, предваряет отношения. Но, опять-таки, мы же строим из чего? Из того, что есть. Вот так вот мой отец реагировал, что он ждал от меня, чтобы я встал на колени и просил прощения искренне, а не как-то там абы как. То есть мой земной отец ставил нашу связь, любви под угрозу, если я что-то не так сделаю. Значит, и Бог так же, просто он более могущественен, и, конечно, я не могу избежать его кары и наказания. Вот. Потом уже, когда эти отношения, туман греха рассеивается, и человек яснее видит Бога, он понимает, что не было никакого гнева, и его Бог любит и не наказывал, просто сам он был в таком состоянии болезненном, что ему было больно и страшно, и вот все рушилось. Поэтому вот мне больше, конечно, близок образ греха как болезни, как того, что паразитирует на Богом сотворенном природе человеческой, которая имеет образ Божий в себе. И вот мы, получается, приходим к тому, что Бог и так нас любит и прощает. И тогда зачем исповедь? Тогда зачем исповедь, да? Зачем надо ходить в храмы? Тем более, что там же на исповеди священник стоит. Да. И другие люди рядом. Кто-то может услышать и осудить. И вот здесь, конечно, церковь является собой тайной. Ведь если священник за литургией приносит и раздает тело и кровь Христа, тем самым церковь исповедует, что сам священник является образом Христа. Потому что кроме Христа никто не может притворить хлеб и вино в свое тело и кровь. Так значит, и на исповеди священник является образ Христа. Образ себя как прощающего Отца. И тут, конечно, большая ответственность на нас, как священнослужителей, чтобы этот образ по возможности был наименее замутненный своими амбициями какими-то, своими грехами какими-то. К сожалению, конечно, до конца этого избежать не удается в силу того, что мы греховные так же люди, как и все остальные люди. Но к этому можно стремиться. И, по крайней мере, если ты это понимаешь, как священник. И мне очень нравятся фразы, я не помню, кто ее сказал. У Бога нет на земле других рук, кроме наших. Кто? Кроме твоих. Я тоже автор цитата не помню. Так вот, на самом деле, человек жаждет примирения с Богом. Пусть он неправильно его понимает. Пусть он думает, что надо будет приносить какие-то Богу жертвы, что-то Бога задабривать. Или он там жестокий, или он деспотичный. Или он постоянно что-то от меня требует, чего я ему не могу дать. Все это далеко от образа любящего Отца, образа истинного Бога. Но пусть так. То есть какое-то движение начато. И я иду к Богу. Если мы говорим о том, что между нами и Богом должны быть отношения, живые отношения, понятно, что в пределе мы называем эти отношения любовью. Ну, пусть хотя бы какие-то отношения, да? Деловые, дружеские, начальные какие-то, знакомства. То неизбежно эти отношения выражаются в первую очередь в каком-то действии. То есть если мы вспомним в своей жизни примеры, то любые какие-то отношения, более-менее длительные, они начались либо с непосредственного контакта, встречи, либо с какого-то действия. Например, свидание, да, с девушкой, которая тебе понравилась. А впоследствии она стала твоей женой. Но если бы ты не пришел на свидание, никаких бы отношений, в принципе, быть, наверное, не могло. Более глубоких, серьезных, чем просто диалог какой-то начальный. Так вот, человек идет на их путь. И этим он уже большой шаг делает. Потому что он идет, как на свидание, да, он идет на встречу с Богом. Он еще не понимает многих вещей, он не понимает, зачем там священник. Но там на исповеди может произойти эта встреча. Потому что это такое место, где отец ждет. Если мы вспомним притчу евангельскую о том, что блудный сын возвращался, а отец побежал к нему на встречу. То есть было какое-то место, возле которого он ждал. И, конечно, он прибежал ближе. То есть прошел еще какое-то расстояние до сына. То есть вот для меня большая радость, что исповедь — это вот такая точка встречи, где, конечно, может и не произойти ничего, если человек слишком далек, да, или пришел по каким-то другим причинам, а не потому, что ему хочется этой встречи. Но она там может произойти с большей вероятностью, чем просто в повседневной жизни. Ну, с другой стороны, вот мне кажется, еще... Вот я не всегда разделяю идею символизма того, что священник на службе, там, в богослужении каким-то образом собой символизирует или представляет Христа. Просто потому что очень легко в этот символизм с головой уйти, и тогда, в общем, опять же, не дойдем ли мы в том числе до идеи того, что мы наместники Бога на земле, там, и так далее. Но вот мне больше нравится идея того, что, в принципе, таинство покаяния в своей, ну, изначальной, вот, при своем изначальном появлении было таинством общественным. То есть когда человек не каялся индивидуально, не каялся тет-а-тет, глаза в глазах священнику, он каялся церкви. Вот очень многие не знают или забывают об этом, да, что вообще-то вот это вот покаяние прицерковное, оно носило характер такой воспитательной, воспитательной меры, чтобы в первую очередь в человеке воспитать ощущение, что ты, а, часть целого, и, б, как следствие того, что ты часть целого, у тебя есть некая ответственность за целое. Ну, то есть когда я захожу в дом и случайно мизинец, там, прищемил дверью, у меня кричит не мизинец, у меня кричит весь организм от боли. И вот человек, который согрешил, причем, опять же, важно понимать, что в первые века христианства грех — это было то, что сделано осознанно, целенаправленно, вот, то есть это сознательное переступание через заповедь, человек приносил покаяние именно перед церковью в большей степени, в том числе, беря на себя ответственность за церковь, как за организм, да, что вот я сейчас та клетка, которая, условно говоря, заразилась этим грехом, если продолжать аналогию того, что грех — это болезнь. Вот мне кажется, священник на исповеди сейчас, да, в период, как сказать, в исторической эпохе, когда многие вещи отошли, в частности, отошла общая исповедь, священник продолжает, как бы, вот, быть таким атовизмом, что ли, древней традиции, вот, он в данном случае не принимающий исповедь, он сокающийся, или нет? Да, возможно, и так. Обязательно сокающийся. Если не сокающийся, то не сможет этот образ Христа явить. Ну, мы говорим о том, что Бог прощает безусловно. И вопрос стоит, зачем исповедь? И для того, чтобы глубже, то есть и святые отцы многие говорили, что можно и так, вот ты согрешил, почувствовал грех в себе, сразу к Богу обратись, Господи, прости меня за это, исцели мою душу, она грешит, она болеет, она больна. И это тоже покаяние, но вне исповеди. Иногда достаточно и такого. То есть я думаю, что если грех, это как рану, да, рассматривать, то мы не с каждой раной бежим в больницу. То есть если ты порезал палец, то ты обойдешься без врача. Если будет загноение и что-то, то ты все равно... То есть мы обращаемся в крайних случаях к врачу, потому что в тот момент, когда мы не можем вопрос решить, а угроза стоит здоровью. А есть моменты, когда и не обращаемся. Также я думаю с грехами. Пришел какой-то помысел, на котором ты задержался, засмотрелся на красоту без любви, да, или еще осудил кого-то. Можно сразу в этом покаяться и получить прощение. Но есть раны и более глубокие, есть раны длительные, гноящиеся, как там, я не знаю, трофическая язва, которая постоянно вот требует какого-то врачебного присмотра. И нельзя отрицать, что ты сам не сделаешь себе операцию, перевязку. Поэтому так же и с грехами. Есть грехи у каждого человека, которые он сам никогда... Они сами не зарастут никогда, они не вылечатся. Мы продолжаем болеть этим. И есть необходимость, чтобы ты на самом деле почувствовал, что тебя простили. Но ты не можешь от Бога... Если у Бога нет других рук, кроме наших, значит, радость священника в том, что он может явить Бога для этого конкретно кающегося грешника и сказать ему от имени Бога я тебя прощаю. То есть это... Как это важно услышать. Так же, как в отношении с людьми. То есть можно, например, быть в ссоре с кем-то и за давностью лет потерять вот этот нерв такой, что мы в ссоре, просто мы не общаемся давно, и все. Это уже не так и тревожит нас, на самом деле. И рана как бы заросла. Но встречаясь с человеком, все равно ощутишь какой-то, да, там, прилив, там, вот этой боли, обиды, что почему так произошло. Вот. Но как нам нужно и необходимо услышать, например, отнимая, я тебя прощаю. Я хочу быть с тобой, как бы в отношениях, я хочу продолжать с тобой отношения. Любые, на которые мы способны, дружеские, там, еще какие-то. И это же важно услышать и от лица Бога. Поэтому исповедь, даже если мы поймем, что любовь и прощение Бога безотносительно, он всегда готов, он всегда дарует нам и свою любовь, и свое прощение. Но они нами глубже переживаются и принимаются нами полнее именно в таинстве исповеди. Таинство исповеди — это такая точка искренности между человеком и Богом. И здесь происходит... То есть человек вот пришел с грузом проблем. Ему надо как-то душу свою освободить, чтобы она вздохнула, да? Он, может быть, и свои утилитарные какие-то вопросы решит, чтобы ему легче в жизни стало. И хорошо. Ведь блудный сын ведь тоже, когда возвращался к отцу, во многом утилитарные вопросы. Ему просто нечего было есть. Он страдал от голода. И чувство голода привело его к отцу. А вот здесь уже, в этой точке встречи отца и блудного сына, происходит чудо. То есть человек, вдруг снимая с себя вот это бремя греховное, он может ощутить, как же хорошо с отцом. То есть он от своего утилитаризма может прийти к живым и любящим отношениям с Богом. Отец Николай, время нашей передачи на сегодня подходит к концу. У меня были вопросы, я их не стал сознательно задавать к концу эфира, чтобы не обрубать ваш ответ, но для наших телезрителей несколько анонсируем. Мне бы хотелось в следующий раз, когда мы с вами встретимся, продолжить диалог об исповеди и в частности задать пару провокационных вопросов. Опять же, вопросы, которые нам задают люди со стороны. Люди неверующие или невоцерковленные или еще только идущие. На сегодня я вас благодарю, а с вами, дорогие телезрители, мы прощаемся. В следующий вторник продолжим интересный разговор об исповеди. Храни всех вас Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова